Осенью 1923 года производство тракторов «Запорожец» было перебазировано с завода номер 14 «Мотор-станок» в Кичкасе в поселок Большой Токмак на завод номер 7 «Красный Прогресс». Туда же с завода номер 8 «Красный Труд» было перенесено и изготовление двигателей «Триумф». В дальнейшем и тракторы, и двигатели к ним производились в пределах одного завода. Все эти производственные трансферы были выполнены по причине реорганизации треста, в который данные предприятия входили. Период восстановления сельскохозяйственного машиностроения в Украине начался в условиях новой экономической политики. В первой половине 1922 года были созданы два треста сельскохозяйственного машиностроения с правлением в Харькове, который объединил шесть крупных заводов сельскохозяйственного машиностроения Харькова, Одессы, Бердянска, Николаева, Елисаветграда, ныне Кропивницкий, и Южноукраинский сельхозмаштрест, в который вошли 15 предприятий, разбросанных по территории Екатеринославской губернии, ныне это в пределах Запорожской области. Почти все из этих 15 предприятий Южсельмаштреста были бывшими машиностроительными заводами немецких колонистов, которые создавались в этом регионе со второй половины XIX века. В их числе и предприятия Хортицких колоний, как обобщенно назывались заводы в немецких поселениях, расположенных вдоль реки Днепр на территории Хортицкой волости Екатеринославской губернии. Промышленное производство, созданное иммигрантами-менонитами в Хортицких колониях, это, можно сказать, явление уникальное с далеко ушедшими последствиями. По сути, был создан целый промышленный агломерат. Наследие, оставленное менонитами, было использовано как значительная часть базы для создания советского сельхозмашиностроения. Эти люди также сыграли определяющую роль и в создании трактора «Запорожец». Поэтому будет уместно здесь уделить этому явлению некоторое дополнительное внимание. Началось все в конце XVIII века, когда первые группы прусских менонитов, менонитство – это религиозное протестантское движение, прибыли в царскую Россию, спасаясь от религиозных притеснений и малоземелья, с надеждой обрести экономическую стабильность и благосостояние. Поначалу эти надежды вполне оправдывались. Первым переселенцам власти обеспечили довольно благоприятный режим адаптационного периода. Менониты получили существенные хозяйственные привилегии в виде приличных участков земли, некоторых средств для приобретения инвентаря, а также льготных налоговых условий на довольно продолжительное время. Удивляться такому благоприятному отношению к выходцам из Германии со стороны властей не следует. Просто нужно вспомнить, что в то время Россией управляла тоже немка. Но как бы там ни было, это никак не умаляет заслуг в развитии колоний самих переселенцев. Наоборот, начав на новом месте жизнь с новой для многих сферы деятельности труда земледельца, они благодаря своей физической энергии и предпринимательским способностям превратили целый регион в развитый центр машиностроительного производства и перерабатывающей промышленности. Причем нужно отметить, что все известные менониты-промышленники начинали, что называется, с чистого листа. До того, как заняться машиностроением, они были часовщиками, кузнецами, плотниками, какими-то еще ремесленниками-кустарями. Уже на рубеже XIX-XX веков крупные машиностроительные предприятия Лепа и Вальмана, Копа, Гильденбранта, Рэмпеля, Тиссена с общим производством машин более чем на 300 тысяч рублей в год, фактически делали Хортицу третьим в Царской России центром сельскохозяйственного машиностроения, который выступал лишь в Варшаве с ее объемом производства в 505 тысяч рублей в год и практически находился вровень с заведениями Москвы с общим оборотом в 320 тысяч рублей. В 1908 году в колониях Хортицы действовало уже 131 предприятие, 16 из которых производили сельскохозяйственные машины и орудия. Заводы выпускали самые разнообразные машины. Это были жатки, косилки, молотилки, веялки, сеялки, плуги, культиваторы, другие орудия, а также гидравлические прессы, паровые и нефтяные двигатели, оборудование для лесопильных заводов. Сельскохозяйственные машины Минонитов оказались конкурентоспособными и даже вытесняли хорошие, но дорогие машины из Англии и Америки. Самое значительное и старейшее машиностроительное предприятие Хортицы, завод Лепа и Вальмана удивлял всех, кто на нем побывал. Его производственные цеха располагались в значительных кирпичных зданиях, а изготовленные машины помещались в просторных и сухих складах. Поражала аккуратность и частота во всем и везде. В конторе все книги велись с большой аккуратностью, причем конторским делом занимались 2-3 лица специальных служащих. Из-за этого при малейшей справке ответ не заставлял себя ждать. В то же время на многих подобных заводах можно было увидеть картину, когда сам владелец и принимал заказы, и руководил постройкой машин, и вел конторские дела. Но завод Лепа и Вальмана разительно отличался от других не только этим. Несмотря на значительный оборот, на нем не увлекались численностью типов выпускаемых машин, а ограничивались только теми, на которые существовал действительный, а не предполагаемый спрос. Также это предприятие реализовывало не только машины в сборе, но и отдельно их сложные узлы. Этим пользовались некоторые окрестные мастера, не имевшие своих литейных цехов и сложных обрабатывающих станков. Купив на заводе комплект узлов соломорезки или веялки, им оставалось дома выполнить только деревянные части и собрать машину. В такой способ, например, распространилась постройка веялок, вследствие чего в окрестных селениях на ярмарках можно было встретить такие машины по цене от 45 до 50 рублей, что было очень дешево. На других же заводах, боясь конкуренции со стороны мелких мастерских, ни под каким видом не соглашались продавать отдельно от машин, составляющие их приборы и узлы. Еще одно характерное отличие завода Лепа и Вальмана от огромного большинства механических заведений того времени – это издание хорошо иллюстрированного каталога с прескурантом. По прекрасно выполненным рисункам каталога любой хозяин мог составить полное понятие о той или другой машине. Благодаря всему этому предприятие Лепа и Вальмана приобрело заслуженную славу и оно стало образцом подражания для других хортицких предпринимателей. О процветании Хортицы свидетельствует и тот факт, что первые автомобили здесь были зарегистрированы в 1911 году, а в 1914 во владении жителей региона числилось уже до 60 автомобилей. И еще такой факт. Крупные заводы имели свои квартиры для рабочих. Например, квартиры завода Леп и Вальман имели площадь 83 квадратных метра каждая. Пик производственной деятельности минонитов припадает на преддверии мировой войны. Затем их предприятия переключились на выполнение заказов военных ведомств. А после событий 1917 года в книге полуторастолетней «Истории жизни и деятельности минонитов в хортицких колониях» осталось всего несколько финальных страниц. Все они в силу разных причин были черными. Что касается производственной недвижимости, то есть машиностроительных заводов, оставшихся после колонистов, то они после гражданской войны находились в разной степени разрушений и разграблений. В 1920 году все, что от них осталось, было национализировано большевиками. После национализации заводам поменяли названия и присвоили номера с 1 по 15. Например, завод Леп и Вальман в Александровске стал госзаводом номер 1 «Красный Октябрь». Завод Копа в Кичкасе – госзаводом номер 14 «Мотор Станук». Завод Керанон и Фукс в Большом Токмаке – госзаводом номер 7 «Красный Прогресс» и так далее. Как уже было сказано, самые крупные из них вошли в южноукраинский слихострест. Трест руководил работой заводов, разрабатывал производственные программы, следил за их выполнением, осуществлял финансирование и снабжение заводов металлом, топливом и другими материалами, занимался реализацией продукции. В 1923 году в Совете народных комиссаров Украинской Советской Республики признали нецелесообразным существование в Украине сразу двух трестов сельскохозяйственного машиностроения. И в октябре этого же года произошло слияние обоих вышеназванных трестов в один под названием «Укртрестсельмаш» с правлением в Харькове. Также в ходе реорганизации треста с целью осуществления концентрации производства, с 21 завода обоих трестов было решено оставить работающими только 7. Чуть позже к ним было добавлено еще 3, в результате чего аппарат «Укрсельмаш» треста стал состоять из 10 предприятий, сконцентрированных из 24 заводов сельхозмашин. Сразу 6 заводов бывшего южноукраинского треста, которые располагались в пределах города Запорожья, были объединены в один завод «Коммунар». Также несколько заводов было решено ликвидировать. В их число попали и предприятия, находившиеся в Кичкасе. Завод номер 14, на котором выпускали тракторы «Запорожец», также закрывался, а производство с него переносилось в Большой Токмак на завод номер 7 «Красный Прогресс», бывшее предприятие «Фуксайклейнера», которое неплохо сохранилось и имело достаточно хорошую производственную базу, которая к тому же усиливалась за счет оборудования ликвидируемых заводов. Туда же на завод номер 7 переносилось и производство нефтяных двигателей «Триумф», которыми оснащался «Запорожец». А завод номер 8, на котором их выпускали до этого, планировалось сдать в аренду. Несмотря на ликвидацию ряда заводов, новообразованный «Укртрест Сельмаш» стал самым крупным трестом сихосмашиностроения в Союзе. Сразу после образования на его заводах выпускалось более 74% всех сельхосмашин и орудий, производимых в СССР. В последующие годы с развитием машиностроения РСФСР этот показатель стал несколько понижаться. Кроме перевозки в ТАКМАК оборудования и имеющихся чертежей узлов «Запорожца», было решено перевезти туда и готовый трассер. Ведь уточнить отдельные вопросы проще будет, сделав замеры на готовом образце, особенно если учесть сложную ситуацию с чертежами и бумагой для их выполнения. Осенью 1923 года «Запорожец» прибыл в Большой ТАКМАК, преодолев весь путь, а это почти 90 верст своим ходом. И даже при этом, как утверждают исследователи, по дороге делались демонстрационные вспашки полей с целью привлечения внимания к машине потенциальных покупателей из крестьян. К октябрю месяцу 1923 года завод номер 14 передал в ТАКМАК все заготовленные детали, относящиеся к трактору, которые еще оставались на предприятии, а также всю имеющуюся документацию. Запуск двигателя трактора «Запорожец» было дело хлопотное и требовало для этого некоторого времени, особенно в холодную пору года. Система пуска двигателя «Триумф» включала в себя керосиновую лампу, состоящую из горелки, закрепленной возле колоризатора и рядом расположенного бака с керосином, а также маховика двигателя и, собственно, самого тракториста, который выступал в роли привода-стартера. Керосиновая лампа работала по классической схеме. В ее резервуар с керосином с помощью помпы вручную закачивался воздух, благодаря чему топливо под давлением по трубке поднималось в горелку. Но прежде чем попасть в форсунку, горелки керосин проходил через змеевик, где он нагревался до такой степени, что практически испарялся и на выходе для горения уже находился в газообразном виде. Змеевик разогревался факелом самой горелки, но первоначально для пуска самой лампы его нужно было также разогреть. Для этого под змеевиком имелся поддон, в который наливали и поджигали горючее. Таким образом, змеевик разогревался открытым пламенем, пока лампа не заработает. Каким-то образом было высчитано, что расход пускового керосина составлял 165 грамм на одну десятину. Для пуска двигателя сначала с помощью керосиновой лампы разогревали запальной шар до вишневого цвета коления, то есть не ниже 500 градусов. Для этого требовалось от 5 до 20 минут времени в зависимости от погоды. Затем тракторист кратковременно прокачивал топливный насос и запускал двигатель, вращая маховик вручную. Как это делалось, рассказывалось уже в предыдущих частях этого фильма. Таким способом пускались в ход практически все небольших размеров нефтяные двухтактные двигатели с горячей колбой. Но с помощью мускульной силы одного человека можно было запустить двигатель мощностью в пределах до 20 лошадиных сил. Для пуска двигателя до 30 сил необходимо было два человека. А в двигателях покрупнее и помощнее, которые применялись, например, в силовых станциях или как судовые приводы, для старта применялись дополнительные устройства, например, которые работали сжатым воздухом или отработанными газами. Во втором случае двигатель оснащался дополнительным баллоном, который через клапанное устройство трубкой соединялся с камерой сгорания. При работе двигателя клапан открывали и набивали резервуар отработанными газами до давления в 10-15 атмосфер, после чего клапан запирали. При пуске двигателя кривошип устанавливался в нужное положение ближе к верхней мертвой точке и затем этим же клапаном кратковременно в нужные моменты подавали газ из резервуара в камеру сгорания. Таким образом, толкая поршень, приводили двигатель в движение. После этого необходимо было пополнить убыль пускового газа описанным выше способом. Пуск двигателя с сжатым воздухом выполнялся примерно так же, но для нагнетания пускового воздуха необходим был дополнительный компрессор. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok